В Иванове состоялся 20-й областной слёт юных конструкторов-моделистов. К юбилейной дате была подготовлена выставка технического творчества. Около сотни моделей самолётов, кораблей, автомобилей представили ребята со всей области. В этом году как никогда выставка у нас большая, экспонаты есть очень интересные. Тем более, что в этом году впервые мы привлекли и профессиональные лицеи. И они, в общем-то, хоть и мало, но откликнулись они. И есть у нас экспонаты интересные. Лучшие конструкторы в восьми номинациях получили дипломы. Определять победителей членам жюри было непросто. Поэтому нередко призовые места делили сразу несколько участников конкурса. Александр Машин занял первое место в номинации судомоделирования. Модель буксира-спасателя «Барс» оказалась вне конкуренции. Делал из различных материалов. Помогал мой руководитель Михаил Альбертович Романов. Делал я её год. Самое популярное направление у юных конструкторов – это авиамоделирование. Педагоги говорят, что желающих конструировать находится немало. Но оказывается, чтобы создать действующую технику в миниатюре, одного желания мало. Нужно обладать усидчивостью и терпением, а также знать законы физики. Если ребёнок маленький и увидел это дело, и один раз прикраснулся к небу, то я думаю, что у него останется на всю жизнь. Моя задача, если из моих воспитанников кто-нибудь станет или лётчиком, или хотя бы инженером авиационным, то я считаю, что жизнь моя прожитая не зря будет. А так, у меня первый год начинаем с 7 лет, детей принимаем в школу, вот Ромке 7 лет вот этому. И так у него здорово получается. А бывает, что и приходят 14-летние, которые кроме мышки компьютерной на руках ничего не умеют держать. Воспитанники Шуйского авиамодельного клуба «Взлёт» представили на конкурс космический корабль «Буран», точнее его копию. Здесь установлена настоящая радиоаппаратура и ракетный двигатель. Пожалуй, это единственная модель на выставке, работоспособность которой не была проверена. Хотя у юных конструкторов есть правило – никогда не жалеть о разбитых моделях. А педагоги никогда не ругают своих учеников за неудачи, чтобы не отбить желание экспериментировать дальше.